Ребята, доброе утро! Быстро-быстро готовим завтрак и уезжаем. А на завтрак у нас сегодня шакшука. Ну, или яичница с колбасой. Сейчас меня зафукаете, скажете, яичница с колбасой. Это не шакшука. Ну, а у меня шакшука. Жарься, жарься, жарься. Ехать же ж надо. Давай, давай. Адель первая в машину вскочила. Все боится, что вдруг ее забудут. Ворота открываются. Утро начинается. У кого такая довольная физиономия? О, дворники уже не скрипят. Нет, скрипят. Я думала, свершилось чудо. Итак, доброе утречко. По-моему, я так спешила-спешила, что забыла даже поздороваться со своими прекрасными зрителями. Вам всем наш. Одесский привет из Закарпатья. И сегодня воскресенье у нас, поездка выходного дня, и мы едем в Шаян. Наконец-то выбрались. Вы так все нам убедительно рекомендовали, что же вы до сих пор туда не поехали. И викуся. Вот мы и едем. Заедем в Виноградов, пройдемся по базару. Там такой знаменитый оптовый рынок. А потом поедем дальше. Пейзажи прямо тешат сердце и душу. Ну что вам сказать. Сейчас дорогу грациозно переходили три косули. Такие грациозные лани прямо перед машиной. Естественно, что я не успела схватиться за мобильник и заснять этот момент. Они очень быстро скрылись на противоположной стороне в кустах. Въехали в Виноградов. Немножко тут покрутимся. Посмотрим, что за город. А то несколько раз мы его уже приезжали, а в сам город не заезжали. Но типичный закарпатский городок. Двухэтажные стоят домики-особняки. Мощенная улица. Каштаны. Аллея с двух сторон. Несъедобные. Каштаны несъедобные. Архитектура. Полу... Как сказать? Полуисторическая, полусовдеповская. Как и везде. Как и везде в Закарпатье. И улица в конце упирается в гору. Прямо религиейный центр. Со всех сторон. Со всех сторон, да. Шпили церковные. Шпили. Со всех сторон. Старая церковь. Видимо, храм тут какой-то. Старинные толстые стены. С той стороны тоже другая церковь. Здесь очень много всяких религий. У нас только в Мужеево. Три церкви разных конфессий, да. И греко-католическая. Греко-римская. А, греко-римская, да. И реформаторская. И адвентистов седьмого дня. Это только в одной нашей дереве. В одном нашем селе. Православное еще там есть. И еще старинный собор. Руины там 12 века. Разрушенного собора. Иоанна Крестителя. На горе. Но это мы никак не соберемся туда сходить. Самый центр. Ну вот, да. Это, видимо, самый центр. Тут пешеходная зона. Посередине. Парковая. А вот он, Виноградов. Да, доедем до конца. Развернемся и съездим на базар. Посмотрим. На оптовый. Тут оптовый рынок большой. Вряд ли что-то будем покупать. Просто зайдем, посмотрим. А может, что-то и купим. Ну, конечно, когда гора, она придает, она придает шарм любой архитектуре. Вот тут вот. Кому это памятник? Как есть украинский гетьман. Да, явно не венгерский какой-то король. Так, да, разворачиваемся и едем обратно. Потому что, видимо, там уже кончается центральная улица. Начинаются уже маленькие домики. Развернулись. Вот едем еще раз по другой стороне улицы. Улица широкая. И в середине, как я уже сказала, такая парковая зона. Тут совсем молодая, с молодыми деревьями. Там дальше уже... Да, дерево такое большое. Наверное, какое-нибудь... Ну, тут псамый. Сто-двухсотлетнее. Не стесняются. Да. Ну, вот такой виноградов. Велики ездят. Да. Не так себе. Люди здесь находят. Не боятся, что бомба впадет. Точно. Такая себе, да? Городышко. Ну, да. Городок. Как Одесса, початка 19-го столица. Как раз, ага. Ну, вот мы заехали на оптовый рынок. Тут все закрыто. Вообще ничего не работает. Тут где-то есть еще один рынок. Может быть, он, конечно, и работает. Но мы туда уже и не поедем. Почему не работает в воскресенье? Может быть, просто вообще не работает? Ну, короче, все. Разворачиваемся и уезжаем. В другое место. Ну, чуть подальше подъехали. Здесь растения продают. Сейчас выйдем, посмотрим. О, такие рынки я люблю. Посмотрите, какие тут красивые гортензии. Ого. Ого. А что же это за сорт такой? Она просто огромная. 300 гривен. Гортензия. Штамп уже сформированный. Пожалуйста. 300 гривен. Красавишно. Юра сказал, надо купить ящик хризантем и поставить у себя во дворе, чтобы красиво было. Там алоэ даже продается. Такого никогда не видела, чтобы алоэ вот так продавали массово в горшках. Большой рынок, очень большой цветочный рынок. Верески по 100 и по 120. Надо спросить, почем хризантемы. Да, какие хочешь, рядами стоят. И там целое поле еще хризантем. Такой красивый базар. Еливец. Можжевельник ползучий. По 80 гривен. Надо брать, я думала. Не колючий, приятный. Такие я люблю. Сорт. Сорт, естественно, никто не знает. Просто ползучий. Верески прямо огнем горят, вот эти такие яркие. А верески почем? 120. В итоге мы купили штук 6 можжевельников. Такие классные. По 80, по 90 гривен. Правда, опять уж продавец сорта не знает. Но ничего. Почву покровные. Мне нужно почву покровать побольше. От сорняков спасаться. Большие почем хризантемы? По 100. А маленькие? По 50, по 80. В общем, шикарный большой куст. Ого. Просто очень большой. 100 гривен. Такие маленькие, по 35. По девяточках. На рассаду. На будущий год уже будут большие. В общем, хризантем огромное количество. И на самые разные цены. Они меня прямо очаровали. Хожу тут, любуюсь. Всякие-всякие. Да, я тут прийду. Вон какие пушистики. Красиво так выставленные все. Да, оптом берут прямо. Ну, за такие цены чего бы не взять оптом. А почему бы? Ну, вот самый большой куст 100 гривен. Просто огромный куст. А так вот маленькие, по 25-35 на рассаду. В общем, Юра меня заставляет взять хризантемок. Наверное, сейчас наберу. Юра меня прямо вынуждает взять целый ящик. И посадить, чтобы было веселее на участке. Сейчас спросим, почем. Тут прямо в ящике они наборами вот так вот расположены. Вот тут тоже хорошее сочетание в ящике. Вот эти бордовые и желтые красиво смотрятся. Глаза разбегаются. Если брать ящиком, то по 10 гривен штука. Вот такое разнобарвье. Просто глаз радуется. Возьму, возьму. Ковер. Ковер просто. Такой ящик. По 20 гривен штучка. Целый ящик. Сколько тут штук в ящике? 30 штук в ящике. 300 гривен ящик. В общем, возьмем. Сколько тут штук получается? 25 штук по 10 гривен. 250 гривен ящик. Да, давайте мы возьмем. Вот этот прямо. Добрый. Подкрыть это поставлю. Жадность, жадность. Викусю, жадность обуяла. За такую цену просто на шару, хризантему. Ну как не взять? Уже целая машина у нас цветов. Вот это мы заехали правильно. Вот это да. Это будешь то сажать теперь опять мне. И домой же завезем обязательно. У нас запах такой в машине. Так хризантемами пахнет. Это просто вообще что-то невероятное. Как мы удачно попали на этот рынок. Как мы его мимо не проехали, что интересно. Меня заинтересовало. Мы повернули. Просто очень удачно. Таких цен я вообще еще нигде не видела. Вот мы въехали в хуст. А в хусте какая-то акция. Что там написано в ней? А ну читай. Дай для супершвыдкости. Поддай для супершвыдкости. С такими маленькими плакатиками стоят дети на перекрестках. Все улицы перекрыты. И здесь видимо какие-то соревнования. То ли марафон. Да, то ли марафон бегут, то ли что. И стоят дети на перекрестках с поддерживающими плакатиками такого интересного содержания полу-юмористического. И улицы, видите, почти все. А вот это боковая. Мы въехали. Это открытая. И бегут, бегут. Видите, стоят полицаи. Тут какая-то музыка вот вовсю играет. Пункты. А, стаканы, да. Стаканы, видимо, с водичкой их вот там вот встречают. Марафон, наверное, бегут, да. Ну и еще немножко проедем по хусту. И смотри, машин практически нету. Потому что вон люди бегут. И не пускают. И выходной. А завтра доехать, а до полу-юмориста и поехать. Отца бежать и петкует. Чударные велики дам покрыть. В общем, что вам сказать. Попали мы, конечно, конкретно. Из-за этого марафона все дороги перекрыты. Все трассы перекрыты. И мы вот так вот крутимся. Куда ни сунемся, везде стоят посты и возвращают. Вот, встали попить кофе и обмозговать это дело. Нам на одном посту посоветовали, типа, поезжайте через Вилятино. Сейчас посмотрим по карте. Может быть, поедем. А вообще говорят, что скоро все кончится. Говорят, попейте, полицейские. Попейте, встаньте где-то кофе. Минут 20-30 они уже добегут до финиша и поедете себе спокойно. Так что попьем сейчас кофе, а там видно будет. В общем, крутимся, крутимся вокруг того хуста. Все перекрыто. Туда, куда нужно, нам дороги все перекрыты. Непонятно, когда откроется. А обратно возвращаться не хочется. Ну, какой смысл? Почти доехали. Очень, очень обидно. И когда все это закончится, тоже непонятно. Ну, просто я и Юра злые. Он бежит еще. Когда он добежит. Бегом давай. Бегом давай. Придется возвращаться домой, что обиднее всего. Ну, хризантемы кучу везем. Ну, хризантемы кучу везем, да. Хотелось же в Шаян. Теперь мы точно туда уже не попадем. Ну, хоть дороги красивые. Да, это как-то вносит такую успокоительную нотку, да. Речка с правой стороны широкая, но за кустами не видно. Можно, кстати, встать около речки. Оба-на! Нашли мы съезд к реке. Красота! Да, жалко, что шезлонга нет. Шезлонга нет с собой. Ничего у нас. Ребята, смотрите, какая красота. Быстрая, прозрачная река. Что бы мы делали без интернета? Посмотрела я, что это за река. Это Тиса. Вот она, Тиса. Красивейшие, конечно, берега тут. Осенние раскраски. Вон там и машина едет, смотри. Вон машина по той стороне поехала. А там есть дорога, за кустами не видно. Вот там мост. По мосту гуляют люди. Может быть, и мы сейчас туда пойдем гулять. Ох, красиво! Как красиво! Все-таки какая у нас... Яка у нас гарна природа. Вот там какие-то пороги ближе к мосту. Перекатывается река по камням. Это Аделя наша. Инвалидка. Не может ходить по гальке. Сразу начинает хромать. Надо с Тисой себе камушек взять. По традиции. Тиса, Тиса. Боже мой, какая благодать! Я на самом деле такая счастливая, что... Что мы вот здесь, вот что у нас есть, где здесь жить, где остановиться. И что можно видеть вот такую вот красоту. Пошла купаться, что ли? Юра, она купаться пошла? Аделя, это тебе не море. Смотри, какое здесь течение. Рыба, да? Ну, это форель 100% в таком течении и прозрачности. При такой прозрачности это только может быть форель. Аделя, ты пошла купаться. Юра, она будет вся мокрая. Юра. Беги, Аделя. Форель, может быть, принесешь. Морду помой заодно. Что на черном у тебя? В грязюке какой-то. Все, мне уже никакого Шаяна не надо. Мне уже здесь классно. А то я уже была расстроилась. Ну что, пойдем прогуляемся вот туда, к мосту. Смотри, там люди на нем прямо. Аделя такая ковыляет по камням. Вон как бурлит речка. Настоящая горная река. КОНЕЦ И видите как? На той стороне домики стоят Красота Мы подошли под самый мост Здесь вода немножко глубже, видимо Потому что не так видно перекаты И слушайте, я вас Я просто вам камера Это не покажу, камера не поймает Здесь столько рыбы Она блестит вот так вот боками Тут столько форели Это вообще вот просто-просто Вот она блестит Поворачивается так боками к солнцу И сияет серебром Вон они, вон они Гоняет за форелью, да? И видно вот, что она не плывет А стоит, просто стоит на месте Против течения носами повернутая Класс О, вот прямо туда, куда Юра хлеба кусок бросил Вот там их много-много скопления форелик Хлеб уплыл Форель осталась на месте Блестит Вот это вход на мост И мы сейчас сюда поднимемся А он не такой уж и хлипкий, как казалось внешне Доски такие крепкие здесь Основание бетонное Юра своим необачным питанием Всех хлопцов распугал Пока мы сюда дойшли Всех, как и витром, поздували С моста А рыба отсюда сверху Виднее, еще Виднее Видно Еще лучше, чем сбоку Прямо вот так вот стоит С тайками рыбка С тайками рыбка Какая масса воды Несется Такое впечатление, что она вот какая-то густая Как кисель такой Плотная такая Перешли мы на другую сторону речки Боже, самолетов сколько летают Просто сплошные белые хвосты Эх, Европа Какая-то близкая тут На самом деле И тут на этой стороне Вы знаете, прямо целое село Оказывается Отличное место для жизни Или для дачи Там внизу стоят рыбаки Юра пошел Поинтересоваться На что они ловят Хоть бы опять бы так Не спросил Хлопцахи Как бы можно Местным Можно все По ходу дела Да, пацаны лет по 12 На хлебчик Пытаются что-то поймать Боловство, конечно А не рыболовля А вот тут Смотри, туда даже водичка Сливается Видимо Или с горы Или с реки Тут такое озерцо Кто зарубил себе Такую затошную альтанку Посадил пару деревьев И так хорошо Там скамеечка стоит А в озерцо Из трубы Льется вода О, Юра пошел туда Классно Я сейчас тоже спущусь Прямо какой-то Сказочный уголок Чудесно Чудесно Да Ёлки такие красивые Это обычные лесные ёлки Но они, видимо, тут насажены Это они здесь выросли Вот такое изгородье Здесь это ива Над водой Замечательно Да, вот тут ручеёк Сбегает откуда-то С гор Не знаю Скорее всего с гор А не с реки С другой стороны И вот так за ёлками За ёлками И впадает В это озерцо Прелесть просто Просто прелесть Да, там струмок Да, там струмок Вон там сток видно Да Рыбки здесь никакой нету Рыбки тут никакой нету Вода тёмная Но она очень прозрачная Тёмная, наверное, оттого, что здесь постоянная тень Да? Постоянная тень Но она очень прозрачная Просто до дна Тёжняка И пятненькая Тёжняк Стоя Тёжняк Тёжняка Возвращаемся к машине вот такой вот лесной тропинкой, ну почти лесной. А вот это вот борщевик, уже засохший, какие они огромные, такими огромными зонтами весной в мае торчали, когда мы здесь были, уже засохли. Вот если попадется такой, ни в коем случае не трогать, очень сильно сжется. Так, ну что, камушек на память с берега Тисы и погнали дальше. О, вот этот. Ох, какой у нас тут цветочный багажник, некуда и камушек всунуть. Ну что вам сказать, нет хода без добра, пока мы гуляли по берегу Тисы, тут уже все поснимали ограничения, марафон, видимо, закончился. Вот там, видите, Хусский замок, где мы были недавно, вот эта гора. Вот, вот, прямо очень хорошо сейчас видно. Вот, и мы все-таки едем в Шаян. Да, да, ой, красиво, широко, широко разлитая такая.